я могу в этом графе рисую конечно я рисую жестную библиотеку удача была собрать дополнительный граф и удача была иметь возможность срезать этот граф до определенного уровня потому что далеко не всегда мне нужно понимать на какую глубину мне надо видеть все зависимости хотя иногда это и нет отмечается на проекте он в какую-то бетлю выходит и там начинаются всякие секьюрити и плагаут зависимости да 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 какие-то эффекции можем использовать и можем использовать да да это тоже сложно еще есть куча всяких вещей про совместимость зависимости потому что у нас есть библиотека условно говоря здесь вот допустим мы используем вот наш проект и проект используют две библиотеки один использует библиотеку А а другой использует библиотеку Б пожалуйста что может пойти не так да мы добавили библиотеку А в Maven и добавили библиотеку Б в Maven может ли у нас что-то пойти не так да нет а мы строго говоря не знаем правильно мы нам продали идею о том что можно в Maven подключить все что угодно и у нас раз и все работает правильно Но, допустим, этот зависит от библиотеки x.1.0, а этот зависит от библиотеки x.2.0, правильно, да? Потому что, например, библиотека была разработана 10 лет назад, библиотека B разработана была 5 лет назад, правильно? Согласна, да? Это реальный кейс? Абсолютно реальный кейс. А что будет делать мейрон? Кто это? Есть одна проблема. Не может быть, где-то идти, где-то версия проекта. Но у них пересекаются класс пасс. Да, у них пересекаются класс пасс. Вот смотрите, когда мы импортим класс, у нас там где-то версия присутствует? Нет, у нас присутствует только путь. А путь кодируется только вот в первой части, когда вот этот вот орг, spring. А третья часть, условно говоря, data, starter. Помните, да? То есть зависимость состоит из двух частей. это company, organization и artifact name, помните, да? Есть еще… А? Ну да, да, группа и факты. Ну и важно. Обязательно это в этом сказали. Ну и где в чем? У нас есть две строки. Когда мы импортим какую-то зависимость, у нас всегда есть две строки. Правильно? Вот. А версия… Ну, версия она нужна только для Мейвена, чтобы понять, какую выдачу. Но когда мы импортим что-то, мы про версию ничего не знаем. Правильно? Мы не можем принять версию во внимание. Соответственно, в этой ситуации Мейвен, строго говоря, имеет два… две возможности. Ну, вернее, три возможности. Взять версию один, взять версию два, ну и сказать, что ничего не могу. Понятно, да? Ну, потому что они конфликтовывают, строго говоря. И такая о том, что если… Опять-таки, в зависимости от настроек Мейвена и в зависимости от настроек импорта. Вы можете сказать, взять минорную версию, и тогда проект соберется. Но в момент выбора метода, в момент вызова метода B отсюда, вы получите exception. Вот этого же не будет. Оно возьмет вот эту, перелинкует его сюда и скажет… Ну, нет такого метода, нет таких параметров и что-то пошло не так. Окей. Мы можем Мейвену сказать… Ну, наверное, 2.0 лучше. Давайте использовать 2.0. Это перелинкуется на 2.0. Соответственно, вот вот такая история. А если гарантия, что 2.0 совместима с 1.0, нет гарантии. Соответственно, когда вы тащите две библиотеки A и B, вы, строго говоря, не знаете, никогда не знаете, могут ли они вместе существовать. И это большая проблема. И решения ей на самом деле нет. Единственное решение для того, чтобы решить эту проблему, это написать 2 микросервиса, каждый запаковать в свой докер, в свою виртуальную машину и сделать их общение на уровне А что теперь? Понятная идея, да? Ну, фактически, на уровне GVM мы не можем развалить вот такую ситуацию, когда это зависит от версии X1.0, а этот зависит от X2.0. То есть это фактически нерешаемая проблема. Что? Задача Мэйвена. Мэйвен вообще ничего не знает. Мэйвен запустил Java компилятор и собрал все Java, которые указаны. Он не лазит внутрь, он не умеет. Для этого надо писать какую-то пробегу. То есть мы можем настроить mail-in, что он будет говорить о том, что конфликт и все. Вам надо не class pass, вам надо полностью пересобрать весь. Вся эта информация в жаре находится. В жаре хранится полностью название всех классов и всех людей. Mail-in ничего про это не знает. Mail-in просто берет жар и кладет его с точки A в точку B. И в момент запуска Java компилятора, Java C, он просто подкладывает именно этот файл и говорит на, ешь. А поскольку в библиотеке A и B уже скомпелированы, он их не трогает, он их просто притягивает. Единственное, что мы можем сказать, бери либо минимальную, либо максимальную, либо там есть еще одна стратегия, допустим, если здесь есть библиотека C, какая-то по пути зависимости, то она добрая, то можно указать, что брать либо близне, по этому самому, по количеству, по количеству отсюда, либо далее. Видите, тут два шага. Раз, два. Мы сейчас говорим не про решение проблемы, мы сейчас говорим о том, чтобы вы знали, что существует такая проблема и она может всплыть и надо быть готовым заниматься этим вопросом. Именно поэтому вы предоставляет параллель XML, в котором все версии уже описаны. Именно поэтому они просят не указывать версию. Именно поэтому они все указывают, чтобы вы не занимались этой проблемой. Собрать все зависимости, чтобы они были совместимы друг с другом, это очень непростая задача на большом проекте. Потому что, так либо иначе, мы же никогда не пишем все с чистого листа, мы всегда что-то используем. А как только нас начинает кто-то использовать дальше, и, строго говоря, мы выпустили продукт А, и мы не знаем, куда дальше он пойдет. Окей. Это такое было небольшое лирическое отступление. Давайте немножечко вернемся к предыдущей теме, которую мы не закончили, про асинхронность. Сейчас мы пойдем в том направлении, в котором нужно идти. То есть мы знаем о том, что проблема доступа из разных страдов к каким-то данным идет именуемой корче данных. Крайс-кондишн. И у нас есть механизмы для того, чтобы это подбежать. В виде волатайл, синхронизер и так далее. Но сегодня мы рассмотрим варианты, которые позволяют писать код, который не то что лишен этих проблем, но он может брать эти проблемы во внимание и более кратулярно блокировать нас, либо не блокировать вообще. И первый вариант, с которым мы познакомились, это Atomic Reference, у которого есть экземпляры Atomic Integer, Atomic Double и так далее. Следующий вариант, который нам был бы интересен, это скорее всего… Помните, мы в начале занятия задекларировали вот такую вот штуку, которая называется runnable. Давайте мы сейчас сделаем другой runnable, который будет, условно говоря… он не будет ничего менять, он будет просто… склады… А? Экран бросит? Ага. Обратите внимание, что мы делаем, мы считаем этот результат… да, окей, мы его сейчас никуда не возвращаем. Давайте мы этот runnable… А, мы его не можем никуда вернуть, почему? Потому что… Что делает runnable? Runnable просто runnate, видите? Результат у нас void. Какая в этом проблема? Мы не можем наш результат получить назад. То есть мы его запустили, а там хоть потоп. Правильно? Окей. У нас есть… Соответственно… Какой мы можем с этого сделать вывод? Вывод можем сделать, что runnable – это, скажем так, базовый инструмент… базовый, на основании которого можно построить, скажем так, что-то более интересное и получить результат… получить результат вычисления назад. Ну, а что мы сейчас знаем? Мы знаем о том, что runnable – это, скажем так, минимальная абстракция, которая позволяет описать код, который мы будем выполнять, а потом кому-то дать его на выполнение. Значит, что бы хотели бы мы иметь? Наверняка мы бы хотели иметь такую абстракцию, которую мы бы могли запустить, а потом получить результат назад. Вот как в JavaScript у нас есть такая штука, которая называется… Промость. Совершенно верно. Что такое промость? Сейчас будет очень такая… С какой стороны подойти? С любой. Ну, в конце… Промость это… Пронимает в себя такой же runnable, и в итоге вызывает или callback, который отвечает с успешным выполнением, или callback, который отвечает… Окей. А теперь давайте интересный вопрос. Что общего? Вот две приказки к JS. Opcional. Есть три. Стрим. Лист. Сет. И promise. то есть так я опять перехожу к диске нет то есть мы пишем общину мы подразумеваем что у нас есть какой-то интеджер который может быть который а может быть и нет правильно мы пишем лист из интеджера что это значит это значит что у нас есть структура лист в ней есть элементы типа интеджер но мы не знаем сколько их вернее мы даже не хотим знать мы знаем что они обернуты в лист мы можем сравнить там порейч, мэп, все что угодно правильно? то же самое со стримом с сетом и то же самое с промисом правильно да? давайте представим что он возвращает интеджер то есть он что-то считает что такое промис? промис это такая штука которая ну может быть отрезовлена а может быть и нет то есть по сути если это абстракция от наличия yes, no это абстракция от количества это абстракция от уникальности это абстракция от ну аккаунта но в первую очередь от lazy то что мы не знаем сколько у нас элементов а это абстракция от асинхронности правильно? и в чем еще идея программирования? идея программирования иметь возможность работать со всеми этими штуками абсолютно не зная о том как они реализованы правильно? то есть на optional у нас есть map правильно? на листе строго говоря тоже должен был быть map ну то есть мы можем реализовать map потому что ну даже в JS есть на листе map правильно? на array на stream у нас тоже есть map правильно? а сете тоже мы можем написать map и на prom stripe у нас тоже есть map правильно? Ну, окей, это может называться какой-нибудь NDM. Правильно? Или что-нибудь такое. А NDM какой тип принимает? Ламду какого типа? Дуэнни. Дуэнни? Дуэнни. Например, когда мы пишем промис на фэч, мы можем сделать аэрспонс. А как промис на промис? Нет такого? Можно. Окей, а что я хочу сказать? О том, что, строго говоря, на всех этих может быть и мэп, и флэтмэп. Правильно? На всех. А давайте подумаем, что такое на промисе мэп, и что такое на промисе флэтмэп. Вот только сигнатуру напишем. Вот, без деталей. То есть мы знаем, что промис – это абстракция от асинхронности. Правильно? То есть я сказал, что это промис пинтеджер, и я не хочу понимать, как это Дэвенфлук работает, как авэйт и все эти делать. Вот я не знаю, не понимаю, не хочу. Мне неинтересно. Я не решаю бизнес-задачу. Кто же за что мне бизнес платит? Правильно? Бизнес же мне использует платку из-за преймверки. Бизнес платит для решения задач. Итак, у нас есть промис. У нас есть промис. На промисе есть мэп. И на промисе платмэп. Давайте подискутируем на эту тему. Помните, да, что они обе принимают пункты, правильно? Мэп по флотмэп. То есть у нас есть здесь промис. Типа А. Значит, в любом случае должна быть функция. Типа А. Правильно? Потому что у нас есть тип А. Давайте посмотрим, какая сигнатура у мэпа на optional, на листе, на стриме и так далее. Да, совершенно верно. Любую структуру Б. И результатом что у нас будет? Промис Б совершенно верно. И это, по сути, мэп называется NDEN, на промисе, насколько я помню. Правильно? Ну, а? Или DEN? Ну, я не знаю. Просто DEN, да? Просто все языки используют, все языки программирования, они, ну, большинство языков, они не уловили этой семантики, и они называют эти методы для комбинации вот этих вот типов по-разному. Окей, а что в вашем понимании FlatMap на промисе? Вот если вы подумаете про optional, про стрим... О, совершенно верно. В промисе. В. А какой результат? В. В. Окей, если мы перемапим... Промис в промисе. Нет, вот если... Ага. Если мы на промисе... Промисе. Правильно. То есть, если мы промисем... Здесь мы мапим F из A в промисе B. Тогда мы получим... Один промис, второй, и тогда мы получим промис, промис B. Но эта структура нам не особо интересная, она такая слегка бесполезная, потому что надо два раза открывать. Соответственно, после того, как мы берем... У нас есть промис А, мы берем из A в промисе B, мы получим опять промисе B. Поднимите руку, кому сейчас пришло понимание B в таком более general смысле, что его можно применять и его можно описать для любой структуры и чей-нибудь абсолютно любой структуры данных. В принципе, понятно, да? Ну, то есть, строго говоря, что у нас? У нас есть коробка какая-то, представление. И мы не хотим думать, что это такое. Это вещь один раз реализованная и находится в библиотеке. Правильно? И мы это используем, правильно? И общин, вот здесь мы классно используем, и они нам упрощают жизнь. Так вот, следмэ не более чем прячет от нас абстракцию того, как работать с этой структурой. То есть для общиналов он прячет в себя их. Для стрима он прячет в себя операцию вытягивания элемента и структуры. Для промиза он прячет внутрь себя авэй, инициацию нового колбэка и так далее. Правильно? То есть вся эта магия спрятана внутри пледмэпа. И мы удобно оперируем мэпом и флэтмэпом вне зависимости от той структуры, которая у нас действует. Тогда это будет не флэтмэп. Идея флэтмэпа в том, что мы имеем структуру, сама идея флэтмэпа вообще. Когда у нас есть некая ф от а, то есть вот что-нибудь типа а, и мы к нему применяем функцию из а ф от б, то он умеет, если мы мэп сделаем, то у нас получится ф от б. Ну и это бесполезная структура. Но если мы сделаем флэтмэп, он сделает нам ф от б. И опшинал может быть, но тогда у нас будет промис опшинал. Строго говоря, я бы промис разолвил бы не а, а опшинал флэтмэп. Потому что я граю для того, что промис вообще отразолвил бы. И опять-таки не в опшинал, а скорее всего в какой-нибудь айзер. То есть либо а, либо р. Правильно? Окей, давайте посмотрим, как это реализовано в джаве. Так, значит, у нас есть проблема о том, что вот этот раннабл. он не может вернуть значение. Правильно? И, строго говоря, мы не можем сохранить результат такого вычисления. Что, в принципе, есть не очень хорошо. Вроде да. Да, включил. Что, в принципе, строго говоря... Лоша. Окей, у нас есть другой уровень абстракции. Callable. И, как вы видите, давайте мы перепишем его в этот раннабл на callable. Внезапно callable это, по сути, раннабл с одним большим плюсом он возвращает значение. И, в принципе, мы можем написать... Какая-то будет... Мы здесь можем написать уже такую же самую лямбду. И мы не потеряем это значение. Обратите внимание. Реализация абсолютно та же. Но здесь мы это значение теряем. И здесь нам IntelliJ IDEA подсказывает, что мы игнорируем этот результат. А callable, он вернет это значение. Итак, что мы можем сказать, смотря на эту сигнатуру? Мы знаем, что такое callable? Вообще ничего. Это просто название. Правильно? И единственное, что мы можем сказать, что callable – это интерфейс, который реализует один метод. Нас интересует, как он называется? Абсолютно нет, поскольку он один. Когда их два, нас интересует название. Когда их больше, чем один, название нас интересует. Если метод один, нас не интересует, как он называется. Это вполне ок, иметь такую лямбду и все. Это может подслужить нам подсказкой к тому, что этот callable должен кто-то заранать, для того, чтобы получить результат. Правильно? Давайте посмотрим трэд. Трэд, естественно, про callable ничего не знает. Трэд был написан много тому лет назад, когда callable не существовало. Callable внезапно появился всего лишь на 1.5. И его идея была исключительно, чтобы перейти от ранабла, от того, что мы что-то запускаем, и оно там где-то что-то делает, к тому, чтобы мы имели возможность что-то запустить и вернуть нам результат. И сейчас вопрос не в том состоит, кто это будет запускать. Вопрос сейчас состоит в том, что мы умеем представлять наше вычисление, не заботясь о том, кто это будет делать. Согласны, да? То есть нам никто не мешает руками написать C3.call, правильно, в данном случае, и получить наш результат. Но это хорошо, потому что мы представили наше вычисление, передали их куда-то, и там, где-то там их допустили. Вот, а настоящая сила не в этом. Настоящая сила в том, что эти колоколы, в том, что их можно генерировать пачками и передавать некоторому менеджеру, который может их в пачке выполнять и в пачке возвращать результат. Давайте попробуем. Для того, чтобы ранить эти коллабл, у нас есть уровень абстракции, который называется executor. Есть такие товарищи, которые называются executor. Давайте посмотрим на эту сигнатуру. Давайте, наверное, я сделаю сейчас, это вынесу в другой модуль, чтобы мы не мешали, чтобы в методе app у нас осталось только то, что касалось предыдущего занятия. А в методе в апп2 мы будем концентрироваться только на том, что нам надо. Вот этим вот мы ничем не занимаемся. Окей. давайте посмотрим на эту сигнатуру и подумаем, что она делает. Что она может делать? Как вы посмотрели на сигнатуру? Что это что-то может вам делать? еще не созданный. внимание мы создаем в этот момент мы говорим мы строим некоторым менеджер который сможет потом принимать это очень важная штука с точки зрения реализации и асинхронности потому что мы можем разделить декларацию нашего кода то есть нашу бизнес-задачу от того как она потом будет выполняться потому что бизнес-задача это строка 14 правильно что-то посчитать а наш фраймборд запущенный на стоябельном процессоре с кучей памяти может понять сколько им средов используют видите я параметрам передал количество средов количество средов он может получить откуда и как результат у нас есть некий экзекьютор сервис у меня вот вопрос а какие вы методы и внезапно экзекьютор сервис это интерфейс почему потому что мы не хотим никому рассказывать как он устроен то есть нам дали интерфейс и мы его использовали это дает нам возможность сколь угодно менять реализацию надо будет переписывать программ потому что у нас везде интерфейс силы интерфейсов в том что вы можете менять инструментацию сколько угодно раз и ваш код будет оставаться рабочим и компилироваться. Окей, давайте посмотрим shutdown. То есть логично предположить, что раз мы что-то начали делать, то в конце его надо будет... Дело в том, что... Хороший вопрос. Дело в том, что секретарь-сервис, он обычно один на все приложение. Он делается в самом мейне. И дальше он передается везде параметрам. И ты не должен это сам никогда делать. Это делается последней строчкой в мейне. То есть когда все закончилось, когда все отработало, делается шагал всех таких вещей. Понятно? Почему это? Не совсем ничего. Все равно. То есть? Ну, в том же мейне. В том же мейне. На самом деле эта штука была написана до того, как они справились. Это появилось в 1.5, а кратный суток появился в 1.5. То есть понятие того, что мы что-то выделяем, а потом что-то будет нас освободить, на языке программирования, появилось на версии 1.5. Потому что строго говоря, как бы я написал интерфейс, я бы написал, я бы сигнатуру, опять-таки, мы сейчас не про реализацию, мы сейчас про сигнатуру о том, как бы это, как это использовать. Я бы, так, я это стираю, вот скажите, эта идея, придало вам какой-то более структурированности в голове вообще касательно вообще всех этих структур, и что на самом деле связи между ними гораздо больше, чем изначально вы видели, ну вот когда пользовались, когда учили их. Еще раз, почему я трачу время на сигнатуру? Потому что сигнатура дает нам понимание того, как вообще делать композицию любую. Вот у нас есть Executor Service, у нас есть Shutdown. Ну, естественно, на этом Executor Service у нас есть метод Submit. Submit, он всеядный, как видите, им можно передать runnable, callable, whatever, все что угодно. Понятно, да? В данном случае нас интересует, естественно, наш callable. Как бы я сделал эту сигнатуру? Я бы, например, сделал бы какой-то метод async, которому я бы передал callable. А внутри я бы написал какой-нибудь write async, es равняется new, или executor. New 10, а здесь бы я написал async, pull вот это вот c, которое нам дали и здесь finally я бы написал yes shut down для того, чтобы не заботиться о том, что его надо создавать его надо shut down, потому что моя бизнес-задача запустить вот это дело с колбой, но на самом деле эта штука не имеет особой ценности по одной простой причине, что где наш результат мы его протеряли соответственно сюда бы вторым параметром я бы передал функцию с а какой-нибудь any, я не знаю any object, whatever void то есть какой-нибудь callback кстати, хороший вопрос как только у нас появляется синхронный момент мы можем писать функции которые что-то возвращают мы уже никогда не сможем получить результат потому что это всегда штука синхронная и мы всегда будем вынуждены написать callback вот из этого типа который у нас посчитается куда-нибудь и строго говоря это опять не any а строго говоря это всегда будет теперь void правильно потому что это всегда callback и мы из результата из него никогда не получим идея понятна? здесь то есть подход давайте перейдем обратно к java как вы думаете какой результат какой сейчас будет тип вот здесь вот после того как мы засобмитили эту задачу очень эмоционал а почему очень эмоционал какой-то лазер который будет беден а фьючер все просто то есть фьючер это такой же товарищ как стрим фактически фьючер кроме с этого с этого момента больше ничего не надо который мы ограничили по количеству для того чтобы не было переключения правильно и мы можем наш под нашу задачу наши сервлеты описывать в виде голову и мы можем все запросы которые приходят через сервис набрасывать на вопрос а какие методы вы ожидаете увидеть на вот этом фьючер забрать результат смотрите вы написали забрать результат это очень классное желание но давайте сейчас давайте сейчас нарисуем давайте сейчас нарисуем и вот эти кода мы пишем на самом деле очень мало потому что эта тема которая требует дискутирования и рисования диаграмм и так вот наш вот наш основной вот наш пол трейдов которые мы создали для того чтобы ранить что-нибудь на них правильно это часть понятно у нас есть тяжелая задача которая занимает время икс ну то есть она не мгновенно вот наступил момент когда мы это создали вот момент когда мы решили что-то послать нашу задачу как только мы написали submit строке 18 мы взяли нашу задачу которая описана в лямбде обратите внимание сила лямбде в том что строка 14 строка 15 не начинает выполняться до тех пор пока кто-нибудь не напишет r3 dot run или c3 dot call понятно да потому что фактически это просто класс в котором вот этот in stream range это просто один из методов окей вот момент когда мы написали submit вот этот момент когда мы написали то есть создали его вот этот момент когда мы написали submit они в принципе рядышком но с точки зрения понимания и лучшей визуализации я чуть-чуть во времени разделил окей а знаем ли мы в каком среде это будет выполняться нет а нам надо знать в каком мете в каком среде это будет выполняться нет а нам надо знать о том что все страды заняты и оно стало в очередь и она потом будет выполняться опять не надо то есть наша задача то есть мы получили уровень от практики future который отрезовывается когда-нибудь мы будем заниматься тем что нас интересует когда это отрезовывается наверное нет нас это интересует будет самый самый последний момент когда нам надо получить результат и отдать его пользу мы взяли нашу задачу c3 и отдали на выполнение и и вот сюда понятно да где дальше только могут и мгновенно девятнадцатая строка уже начинает работать а этот товарищ прочитая продолжает считаться понятно да то есть идея фьючер или сабмита в том что сабмит мы отдали на выполнение и наш код продолжает работать мы не теряем время помните я рассказывал о том что когда мы сохраняем базу данных что время потеряли пока сервер сохранял базу данных помним нет безусловно на вот этом fx присутствует метод гэд и вернет он не что иное как интеджер икс есть одна проблема с методом гэд он может вернуть exception но у него есть гораздо более серьезная проблема соответственно ваш вопрос безусловно на фьючере есть метод гэд но самая главная проблема метода гэд гэд достает открывает ключ и достает на мысль показалось что может быть проще, лучше, удобнее но замечающая проблема метода гэд как только мы здесь написали гэд что мы делаем мы встали и ждем вот этого момента и мы потеряли вот это время можно сказать поработать это там когда нам действительно это не странно аааа в самом деле это ошибка на этом методе на фьючере есть метод гэд ну не то чтобы ошибка а это на самом деле должен быть некий креймонд который позволяет работать с фьючер и никогда нам не требует вызывать метод гэд давайте вспомним чуть-чуть обратный экскурс в javascript просто как только начинаются асинхронные страты мы это очень классно что вы уже включили javascript и у вас уже есть понимание того что эти вещи вообще происходят асинхронно и так далее это мегакруппы вместо темы действительно в компте есть ли возможность javascript future promise promise можно открыть awake но awake он тоже все блокирует пока promise не отрезовывается соответственно аутлок поломался что аутлок редиректа сервер ничего не знаю так а а а а а а а а а то есть фьючер . это то же самое что await promise правильно мы здесь а помните да едино ли мы едино ли написав promise мы никогда больше не можем вернуться к кроме если мы написали await а едино ли написав async мы должны вернуться к либо открытым либо весь наш код навсегда остается на симптом помните да и благодаря тому что у нас есть некий event loop мы не задумываемся о жизненном цепи приложениях вот то есть а как и await такое себе так и future get это такое себе то есть да это решение но это опять потеря всех 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 возможностей то есть за что мы боремся мы боремся за то чтобы ничего не блокировать и иметь возможность загрузить наши все треды тасками и все это сделать максимально эффективно правильно то есть чтобы у нас ничего нигде не простаивало то есть борьба за это борьба за что за блок правильно да то есть за время за ресурсы и за вычислительную мощность мы не простаивали что процесс который мы купили мы могли его утилизировать согласно того что мы купили а не просто в одну нитку все остальные холодные ничего не делают по сути все что мы делали за это строго говоря когда если у нас есть много-много на вот этих вот пола был то давайте еще раз посмотрим на сигнатуру сабмит может засубмитить и раннабл и пола был вот но он также может засубмитить целую кучу этих товарищей в виде коллекции коллабов любого типа понятно да то есть и как вы думаете какой так что тут пускай будет рейс с давайте сделаем 34 здесь напишем лол окей а его укол что может сделать него укол может сделать коллекции на сколаду а да 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 но не листов здесь это восьмая дрова рейс лист 34 что такое проводит а лист а тут коллекция где же это коллекция мы дали ему сериалайзе был компара была он требует он требует одного типа ну ладно какой будет результат у вот этого его он отправил их все на выполнение соответственно что будет результатом какой тип будет будет правильно коллекция фьючер будет опять таки это критически важно понимать что все вот эти вот методы которые позволяют которые позволяют нам готовить наши задачи на выполнение они нам никогда не дадут результата они дадут ссылку на вот этот фьючер которая когда то будет отразумлена мы не знаем когда и тут возникает вопрос с одной стороны я не хочу думать о том когда она будет отразумлена правильно чтобы не писать ответ и не забивать свой поток а с другой стороны когда то я вынужден это сделать для того чтобы добраться к моим данным и продолжить вычисления правильно так либо иначе эта часть понятна вот то есть мы вот столкнулись с тем что и это плохо и это плохо окей значит значит у нас есть некий фьючер типа а нам было бы неплохо с ним что-то сделать ну начнем с того что кроме get у него есть поскольку мы знаем что get метод плохой get все испортит get заблокирует этот ресурс основной thread на нем есть замечательный метод издан который который буллинг который позволяет нам описать какую-то логику и периодически проверять издан когда взять но наш код начнет а вы что вы заблокируете нет но если издан не заблокирует издан скопила посмотрела и вернула бакуле издан не ждет но обычно не так обычно все-таки у нас есть какой-то код который нам надо сделать и мы тут поставили какой-нибудь if издан тогда get если нет то опять что-то делаем опять какой-то if ну либо какой-то вайл но мы что-то пропускаем между тем как мы ждем не просто в вайле вайл а мы все-таки туда оставим какие-то операции вот что хорошего в жава скрипте в жава скрипте хорошего то что вы не заботитесь о кем о том о том когда вставлять этот if для того чтобы проверить этот фьючер вы просто пишете вот а движок v8 он просто сам останавливает это хочет и проверяет если там готово рано и попробовать правильно окей значит мы знаем на конце get это плохо знаем о том что есть издан это хорошо но наш код начинает обрастать куча из вещей которые не относятся напрямую к решению бизнес задачи которые просто мы вынуждены писать ввиду того что API несовершенен и вот и в то же время мы хотим ну как то балансировать и занять ресурсы и не заблокировать и сделать как нужно больше время так значит у нас есть метод который у нас есть на future в java тоже у нас есть комбинаторы сила этих комбинаторов в том что я по-прежнему меня не интересует когда этот future отразовывается и отразовывается вообще ведь весь наш код помните да почему вот это future почему мэп и flatmap это сложная операция потому что мы привыкли писать наш код просто последовательно и делать все что мы хотим в произвольном виде но ведь на самом деле весь наш код это последовательность функции помните из a в b из b в c из c в d и так далее которую мы просто клеим и получаем результат из a в d где-то рекурсия где-то цикл где-то какой-то гиф но так либо иначе у нас всегда цепочка из чего-то одного что-то другое у любой функции сигнатура то что получили то что взяли то что получили композиция функции всегда есть сигнатура то что взяли то что получили промежуточ нас не интересует окей окей имея фьючер а и имея функцию из а в нам было бы неплохо получить фьючер а 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 и и к и это а это потому что наш код продолжать работать а то что в басе данных вернет этот результат потом надо с этим результатом нам что-то сделать правильно И то, что нам надо сделать, это вот функция из A в B. В JS это что? Это DEN. Мы приклеиваем DEN из A в B и можем чинить нашу конструкцию. И как только оно закончится, к нему причинится следующая функция. И результат у нас станет фьючер B. И второй комбинатор, который нам нужен. Если у нас много фьючер, одно чтение с базы, другое чтение с базы, запись с базу. Было бы неплохо, чтобы если у нас и функция из A в фьючер B. Если мы используем вот этот комбинатор, мы получим фьючер фьючер B. Правильно? Что есть в принципе слегка бесполезно. Бесполезно. Правильно? Там один раз заблочит, там второй раз заблочит. В общем, все плохо. И результат тоже будет фьючер B. А теперь внимание. Видите ли какую-нибудь аналогию с optional и... Вот это не больше, чем MAP. А вот это не больше, чем FlatMap. Понятно? В принципе, имея два вот таких вот комбинатора, можно комбинировать наши фьючер и писать чейн вот этих всех вычислений, абсолютно не заботясь о том, когда они будут выполнены. И только в конце, когда мы уже получили наш результат, его надо где-то заавейтить, для того, чтобы добраться, дождаться этого результата. И то, его можно не... Безусловно, если к нам пришел вопрос синхронный, то ответ тоже должен быть синхронным. Когда, соответственно, надо его где-то заавейтить и вернуть. Но, строго говоря, это не наша ответственность. Строго говоря, это ответственность фреймворка развалить эту ситуацию. Я, когда начинал писать фьючер, я изобрел несколько велосипедов, которые частично существовали, в которых тоже содержались ошибки. Да, они решали определенные задачи, но спустя какое-то время я обнаружил, что все то, что я написал, я продолжаю его копипастить. И, соответственно, это должно быть в библиотеке. И, соответственно, это должно быть в Word. Небольшой экскурс в спринт. Помните, да, мы спринт изучали? Неважно, куда. java-контроллер. Неважно, как он у меня получится, я сейчас напишу throw, чтобы ничего не было. Ну, чтобы оно скомпилировалось. Я внезапно могу написать future. И что здесь хорошего? Потому что стрим для меня все разводит. Стрим сам запустит away, ну, в смысле, get на фьючер. Тогда, когда ему это будет надо. Соответственно. Надо ли мне понимать, ну, понимать, безусловно, надо. Надо ли мне знать о том, как это вообще фьючер, в какой момент нам их запускать, бездам, в какой момент там дэр запускать и так далее. Кроме говоря, мне не нужно. Мне желательно понимать о том, как это происходит, но мне совсем не обязательно знать, как это устроить внутри, в детали. Согласны, да? Потому что спринт, ну, и не только спринт, то есть есть множество брендбортов, которые заточены на это. Которые финальный результат воспринимают как некую коробку фьючер, ну, не только, или вообще не фьючер, а некоторую коробку R типа А. То есть некая обернка вокруг некого результата А. И он сам потом с ней имеет в виду. Наша задача как программиста, который решает задачи бизнеса, комбинировать эти вещи двумя видами. Из А, В. Либо если вторая, лямбда, тоже асинхронная. Из А, фьючер, В. Как вы думаете, надо ли нам что-то еще? Например, какие правы не надо? Знать про фьючер. Совершенно точно. Нам больше ничего не надо знать. Ну, безусловно, было бы неплохо, если мы понимаем, как устроим сетку, как его использовать, настраивать, оптимизировать. Но с точки зрения решения задачи бизнеса, мне абсолютно не нужно понимать о том, как это устроено. Это точно так же, как на стриме и на общенале. Мне не нужно понимать о том, как писать этот иф и сколько элементов в моем стриме. Общенал прячет в себя задачу, прячет в себя абстракцию отсутствия данных. То есть Общенал не просто предназначен для решения проблемы с наукой. Общенал просто представляет абстракцию, чтобы мы не парились о том, что там может быть что-то или может не быть чего. Он сам эти все чейны, сам вставляет ифы и так далее. Стрим делает то же самое с точки зрения лейзи, точно по одному вытягивает элементы, не вычитывает все. А фьючер дает нам абстракцию от того, что вся эта штука асинхронная. И как-то оно там работает. Безусловно, я же говорю, было бы хорошо, если вы это выучите. Но будет точно так же очень хорошо, если вы на вопрос о том, как это устроено, скажете, а мне не нужно знать, как это устроено. У меня есть комбинатор MF и FlatMF, которые позволяют комбинировать мой год. И это задача, в которой можно разрулить вот этот фьючер. Вы должны знать, что есть из данных, посчиталось оно или нет, в принципе. И вы должны знать, что когда вы пишете G, что он заблочен в поток, и весь мир будет ждать, пока это одно фьючер не отразумится. Понятно, да? Я не знаю, почему. Вернее, знаю, почему. В Java эти методы не называются MAP и FlatMAP. Видимо, чтобы не пугать программистов, которые не знакомы с теорией категории, с теорией композиции функций. Вот. И они называются немножечко по-другому. Давайте посмотрим. Давайте напишем, сделаем следующую, сделаем следующий файл для того, чтобы, опять-таки, в этом файле не, чтобы его не перегружать. Мы сейчас будем изучать комбинаторы, которые нам даны на фьючер. Значит так, давайте первым делом скажем о том, что у нас есть callable типа int, который просто вернет мне значение 33. Понятно, да? И у меня есть callable типа string, который мне просто вернет джим. Окей, а у меня есть executor service, который мне будет помогать решать мои задачи. Ну, просто представим себе, что вот этот callable, он сложный, что он не мгновенно решает задачу, а он тяжелый. Понятно, да? То есть сейчас он простой, но обратите внимание, наличие future и разделение callable и future дает мне возможность написать отдельно код, который что-то делает, а потом его комбинировать тогда, когда мне это будет надо. Не сразу его запускать, а позволяет отделить фазу написания кода до его запуска, и это важнейшая штука. Давайте теперь это дело зарануем, то есть мы что, пишем es submit c1 и это будет у нас f1 и то же самое мы скажем es submit c2 это будет f2. То есть это будет одно future и это будет второе. мы не будем делать get, мы не будем делать shutdown, я уберу, чтобы он сейчас нас не пугал, shutdown надо просто сделать в конце всегда. Если мы не сделали shutdown, наш просто thread не завершится. То есть вот, чтобы вы не пугались, когда вы запускаете приложение, в котором не будет executor service shutdown, приложение остается навсегда рабочее, просто чтобы вы знали, это не ошибка, это дизайн. То есть для того, чтобы она нормально закончилась, его надо за shutdown. Чик, вот оно отработало. Понятно? Окей. Итак, у нас есть future integer и future string. Давайте сделаем первый, здесь класс, просто чтобы иметь static класс person integer age string name конструктор тут у меня есть. Есть. Отлично. Public. Public. Все. Не надо мне больше ничего. У меня главный конструктор. Итак, первый код, который я очень часто вижу для решения данной проблемы, это integer age равняется f1 get string name f2 get и new person age name. И ведь код компилируется и выглядит все хорошо, правильно? Но мы забываем о том, что вот эти коллабл могут быть бесконечно длинными, соответственно, эти future отрезовываются непонятно когда, и в этот момент мы сначала заблочили подождать, пока f1 посчитается, а потом еще раз заблочили, когда посчитается f2. фактически мы сейчас убили напрочь всю асинхронность, понятно? Что же мы да, то есть смотрите, помните, однажды, единожды в JS написав promise, наш код навсегда остается, единожды мы написав async, наш код всегда остается асинхронным, правильно? И мы должны мыслить в категории, в терминах асинхронности, то есть мы должны нашу штуку тянуть с помощью дзен дальше, правильно? Эту коробочку, потому что мы не знаем, когда она отрезовывается, и это не является нашей бизнес-идеей, бизнес-идеей является передачей вот этих лямб, комбинация для того, чтобы осуществлять комбинаторы, итак, мы поняли, что вот это очень-очень плохо, и мы вот это никогда больше использовать не будем. Окей, давайте посмотрим, что у нас есть. Было бы неплохо, если бы этот метод назывался map, но, к сожалению, метода map у нас нету. Вот сейчас, кстати, есть... Кстати, тут есть момент, потому что это future, она не комплитабл, она должна быть... да, 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 да. И вот я сейчас вспоминаю, какой из методов серв-экзекьюторов возвращает комплитабл. поскольку он возвращает фьючер сейчас после перерыва вернемся мы можем его законцелить он пошлет exception тому товарищу можем проверить из конце лет потому что не факт что он отработал этот exception а не проигнорировал его издан get и get с таймаутом то есть принципе на фьючер больше нету у нас ничего обратите внимание фьючер появилась в 2005 году в джаве 1.5 видите не в 1.8 а в 1.5 вот но писать код который скажем так требует написания из дан и get очень тяжело и долго соответственно в джаве 1.8 или в 1.7 я не помню всем до появилась некоторая штука completable future и completable future это собственно говоря расширение класса фьючер вот этими комбинаторами map и flat map сейчас я вспомню сейчас у меня забыл какой-то пример сейчас я быстро посмотрю completable future можно сопла им просто собирать у него есть конструкторы его можно лифтить сейчас значит мы поняли то что сама future инструментов не предоставляет future это так сказать очень низкая уровень абстракции видите мы уже про стройда вообще забыли потому что стройда это совсем совсем низкий уровень абстракции это надо менеджить и это тяжело и мы вот пришли к тому что кола был и фьючер рано был кола был и фьючер это тоже хорошо но это тоже мало согласны то есть его недостаточно для того чтобы концентрироваться на бизнес идеи именно поэтому java 1.7 появился вам плита был фьючер и вот это был фьючер это не что иное как расширение фьючер и комплекс он стоит и вот комплекс он стоит собственно говоря содержит все вот эти комбинаторы типа map и flat map которые предназначены для того чтобы комбинировать вот эти фьючер обратите внимание как с помощью интерфейса очень можно писать код который не связан друг с другом видите у нас было куча кода написано на фьючер и нам его и дописанного функционала в виде комплектовки нам не надо ничего переписывать мы так сказать лифтим подымаем делаем нашу фьючер более умнее делаем его комплектовый фьючер добавляем ему поведение добавляем ему вот эти комбинаторы то есть вот этот комбинатор then окей фактически все поведение описано в completion stage а в самом классе комплита был фьючер находятся так называемые лифтеры то есть так чтобы этот фьючер пододвинуть поднять до уровня комплита был фьючер фактически на нем находятся статические методы сейчас комплита был фьючер ран асинк сапплайер сапплайер ранабел так я хотел ему идея в том что комплита был фьючер он по-другому запускается чуть-чуть а кстати можно ему скормить коллабел не очень да так как я не буду ломать эту штуку я сделаю еще один фас значит для того чтобы чтобы что-то делать с комплита был фьючер комплита был фьючер асинк и я ему даю вот эту штуку не коллабел а сапплайер помните что такое сапплайер это тоже самое один метод сапплай который возвращает значение такого помните да вот он на стримах у нас мы его использовали то есть сапплайер это по сути по сути с точки зрения кода это одно и то же что и коллабел но просто метод называется по-другому соответственно я не могу его использовать здесь разницы никакой нету это один комплита был фьючер вот это второй комплита был фьючер видите код ничем не отличается от вот этого фьючер просто здесь чуть-чуть другая сигнатура то есть мы комплита был фьючер говорим сапплайер синг он принимает вот эту штуку асинхронно рано это ее в том экзекьютор пуле опять-таки его можно если мы хотим точно указать то мы можем сказать чтобы он его выполнял исключительно в этом экзекьютор сервисе то есть не в каком-то своем по умолчанию а именно что вот в этом а сапплай выполняется но мы можем сказать где он старт нет нет идея в том что комплита был фьючер я могу уже точно так же гетить все и мне не надо это и уже ранать и уже не она уже она уже пошла на выполнение что мы делаем то есть будет ли это ответом на ваш вопрос ну то есть то что она пошла на выполнение пошла понятно да ну понятно ждать можно было гораздо меньше но просто так же для гарантии то есть в этот вот момент она уже пошла в работу на комплита был фьючера на синг он будет возвращает он теряет результат и тот и тот рано и сразу но поскольку рано синг принимает раннабл помните урана было нет результата соответственно мы не можем достать результат вся борьба за то чтобы писать код в виде мэп флэт мэп не заботясь о том что его надо а вейтить и так далее понятно да разница между supply и run опять таки если у нас есть любое значение которое вот у нас посчитано ну вот уже существует мы просто можем сказать комплита был фьючер комплита то есть то что она уже готова и сказать сказать например true но сказать например алекс и он мгновенно подымает вот эту строку до комплита был фьючер типа стринг но он уже мгновенно отрезолвлен но сила в том что это становится одинаковый тип который мы потом можем композить вот комплита был фьючер комплит комплит это то же самое когда мы пишем община что какой метод общий налог мы берем 33 и получаем общину из интеджер понятно видите параллель между комплита фьючер и общий налог они оба принимают значение эти они оба принимают значение и оба поднимают это значение упаковывать в коробочку общиналов упаковал вот эту строку в коробочку общинал а комплита был фьючер упаковал эту это значение коробочку комплита был фьючер будьте здоровы и позволит работать с этой строкой как будто она комплита был фьючер и нам не надо будет писать код который отдельно работает там со строками с интами то есть но вот со значениями без коробочки и со значениями коробочки сложность в том что когда мы начинаем использовать вот эти вот коробочки optional stream list фьючер пола был раннабл нам очень тяжело писать код который уже не содержит этих оберток потому что он не композится если вещь у нас какая-то фьючер то она по идее должна композится тоже с другой фьючер поэтому у нас есть такая вот штука которая просто любое значение берет и подымает его контекст комплита был фьючер понятно фраза вот подымает значение в контекст вот контекстом в данном случае является optional комплита был фьючер и так далее давайте сделаем перерыв и после перерыва продолжим подымает 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 большую или А у человека модернный на фонду, а у него там был? Ну и в 18-18. А там у вас тоже есть. А там там? Да. А там полтора дня на каждой фонду добавят на карьеру? Да. Ну, я думаю, больше работаю, чем 100 людей. Так, это 2-2-5. Я тут такой сильный. Да, он такой сильный. Больше, чем один. А может симпатичнее. Так что тут... Ну, это и перед теми. То есть, я быстрее покупаю все равно. Сначала был вдоль. Потом, когда команда разъясналась, то обычно на бренде команда разъединяет 4. А потом, через 4 месяца, просто дальше. То есть, кто-то знает, кто-то, чем струсирует. Кто-то делает быстрее. Вот. Ну, правда, слышно. А там, только у нас есть, у нас есть. Сама не заинтересует, что я возьму эту. Окей. И, ну, знаете, с этим делом все равно, серьезно. И значит, сказать, о том, кто спросил. И сумма в проекте, наверное, графа, графа. и и а 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 он дает удачу, которую ты не делал, ты в этом разобрался, тебе говорят, не в целом, кудаж, в этом, смотри, день, два, ты должен разобраться для того, чтобы ты понял и тебя, если ты мог потом решать эти декаблики. Странный подходчик, вовы, спрашивай, наоборот, что ты не знаешь, если ты не знаешь, потому что когда ты спросишь, а, вот все понятно, и ты мгновенно забыл то, что тебе сказали. И не сказал куда, то есть я понял, ты помнишь, тут про Интерсы рассказывали нам, я до этого в Интерсе ничего не читал, я стал вернуть на про Интерсе, как бы рассказал про Интерсы, и все это не приходилось. Тут зависит... Я просто понял, как работают Интерсы, и я смог этого создать, и не повторяй, я наоборот. Но в Турции, значит, вы не станете давать, но вообще, много человек всегда покроет, что, когда ты это досталось, ты это усилий, то есть сказали, а, это вот так, а, это вот так, то есть, а, просто сильно у меня ушей, ты это досталось, это вот так, и наутро это забыл. И это нормально, потому что ты это досталось, где и не работал. Например, иногда бывает человек, не понял, как оно работает, то понял, как его применить, с семьям понимаешь, почему человек делает это, если он понял, как это работает в целом, то они понимали всё, что они могут выглядеть. А так оно и есть. Что значит ты понял, как это работает, ты нашел почему его прилипли. Да-да. Ты не просто бросил его в море, а оно так удаало, а ты его бросил на 100, и оно почему-то прилипло, зацепилась за что-то и не утонула. Свои предыдущие знания? Бывает то, что ты прилипываешься к фаске, понимаешь, как фаску, и фаску выкидываешь, это нужно уже помнить правильно. Поэтому когда ты начинаешь ходить, для тебя шока-то строка. Вот это, вот это, вообще-то не понятно, там так. А потом, когда у тебя появляются такие, вот, ну, знаете, там, вороты, начинаются такие строки, тебе каждое следующее становится уже легче, потому что ты его на что-то прибил, в твоём вороте и, получается, острова оттёртые из бетона асфальта, они увеличиваются. Вначале они такие очень крупкие и очень редкие. Ты такой долго ищешь, пока куда-либо можно прийти, вот, вообще, кто из этого понимает. Вот, вот это понимает, там, что-то тут, потом и тут. Вот, и там, когда они обрастают, увеличивают, например, и это болото превращается в асфальт. Потом, когда она превращается в бетонный асфальт. А, это про неродные связи? Да, мы сейчас, да. Это, значит, все про неродные связи, да? Да, 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 да. Это не просто прохладные. Понимаю, это как пришёл ко мне студент, который, вот, надо бы, вот, фарфран, он, 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 не смог сломать всё то, что он помнит, и вот как это было там устроено, это не показатель. А он был профессором КБИ? Ну, там, минута шестьдесят был. Ну, это не показатель абсолютно. Это только показатель, насколько его, ну, что-то даст, почему-то, ну. Да, потому что он закостенел. Что-то знает, что это делает, но он это монолирует. Побличные преподаватели, особенно те, которые просто преподают их нигде, будут они просто, заучили эти знания, не расширяя их больше. Я, например, вчера начал читать, вот, что он был в теореме относительности Эйнштейна. И так? Отлично вообще. Я вообще понял, а... Нет. На самом деле, всё очень круто. Вся теория относительности Эйнштейна — это же более чем теорема Путборова. То есть, там у нас А квадрат, В квадрат, а меня на ВС квадрат. Мы проводим параллели, и мы рассматриваем это как время пространства. Одна координата — это время, а вторая — это пространство. А движение — это диагональ, это ветка. Пойдёмте, нам выпить, потому что перерыв от перерыва. Так и получается. да, параллели. Да. Спасибо. 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 Подобираются. Хорошо. Подобираются, это так, нормально, да? Я вспомнил. Мы? Только рычаг поставил, чтобы НАЕХАЛ, а что там, что делать надо? А что там? Что делать надо? А мы, значит, сделаем? Вы просто скажите, что сделать? Мы что сделаем? Да. Ну, конечно, да. У меня тоже, да, рычагом, романтизатор я здесь не могу, потому что я подраться буду, а не будет. Ну, вы видите, когда я вам посмотрю. Ну, наверное. А рычаг у меня? Это можно в наличии, если я с написан. Да, то разберемся, то не проблема. Главное, чтобы вы на все разбирали, смотрели, чтобы вы на все обратили внимание, а мы все сделаем. А что там по времени? Какие проблемы у вас? Хорошо, да? Хорошо, давайте тогда на неделе вам перезвоним и скажем, что это не проблема. Хорошо, я не приказываю, спасибо. 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 Значит, вообще небольшое такое вступление. Все программирование это об искусстве поднятия переменных в определенный контекст и манипуляция данными в пределах этих контекстов. Видите, как удобно можно писать код, когда у вас стрим, optional и все такое. И все это так складывается. Имея много таких коробочек, не только стрим и optional, например, сейчас вы видите коробочку future. А помните, на примере с валидацией я вам показывал про коробочку validation, которая хранит результат либо список ошибок, помните? Это же тоже коробочка, то есть мы можем этот validation куда-то тащить, правильно? Этот объект. Это одна переменная, которая имеет в себе данные и имеет комбинаторы, которые позволяют это дело использовать. Окей, идем дальше. Значит, опять-таки, completable future, поскольку она extended обычно future, мы его тоже можем делать get. Понятно, да? Но нам это в принципе не надо, потому что это блокирует наш thread и убивает всю производительность. Что нам надо делать? Мы берем CF1. Это тот future, который посчитает нам 33. И что мы с ним можем делать? Давайте посмотрим первую. Я никогда не смотрю на реализацию, я смотрю первым делом на сигнатуру. И давайте посмотрим. То есть нам надо чейнить, соединять результаты этого future. Если бы это был optionally stream, мы бы просто маппили, правильно? Но здесь у нас, к сожалению, мэпа нету. Здесь у нас есть then. Куча методов, которые начинаются на then. Так, как на promise, помните? Давайте смотреть. Then combine, then compose. Сейчас. Then. Я хочу найти такой, который принимает функцию, чтобы сказать, что это map. Мап. Compose. Sink. Combine. Okay. Then compose. Function. From. Super. Function. Okay. Then combine. И вот then combine принимает лямбду. Понятно, да? Поскольку мы должны присоединить вот этот вот future, мы прикрутить вот такую вот лямбду. какой тип перемен… Вот в этой лямбде какой тип первой переменной? То есть какой тип вот этой переменной a? Правильно. То есть это функция, которая примет integer. Видите, да? Аналогию с мэпом. И с flatMap. То есть then combine – это фактически map, flatMap. Результатом. Что у нас? Что она хочет? Она хочет b function, который примет… Давайте compose посмотрим. Okay. Другой ждет вторую функцию. Второй результатом будет… Что? Здесь мы пишем cf2 then combine. Какой здесь тип у cf2? string. А… Занято? Или что? Где я ошибся? А. Угу. Так. Это отсюда, это отсюда. Так. Что здесь? Здесь у меня функция, которая… принимает… Ага. Она же принимает… Ага. Тут не такой формат… DenCompose, она принимает cf2 и принимает лямбду. Она принимает лямбду из синтеджера. a string s. Понятная идея DenCompose? То есть он берет первый completable future, берет второй completable future, дожидается, когда два из них, когда оба закончились, и в этот момент принимает эту лямбду. new person as. Стоп. Что? А? Да, наверное, здесь combine все-таки будет. Combine async, then combine. Да, вот, правильно. То есть combine берет одну, берет вторую и применяет вот эту вот лямбду. Что результатом будет? Верно. Совершенно верно. Понятная идея работать с future? То есть на future у нас есть комбинаторы типа map и flat map, которые позволяют их чинить, композить так либо иначе. Так, ну должен быть какой-то completable future, который просто map. То есть это по сути flat map, потому что мы берем одну и берем вторую. Даже это не flat map, это map 2. То есть он берет одну future, вторую и принимает лямбду из двух и строит третьей. То есть фактически сигнатура комбайна, мне не очень понравилась как она реализована Java, фактически это сигнатура combine, которая принимает что? Он принимает completable future типа A, он принимает completable future типа B и функцию с A, B, C. И какой результат у него? Вот в этой вот строке 29 вы что-то знаете о том, что это вообще асинхронное что-то и так далее. Вы абстрагируетесь от этого. Вы просто используете данный комбинатор combine, который позволяет, который сам дождется сделать вам новое значение и самое главное не потратить никаких ресурсов. Он это сам сделает тогда, когда обе future будут доступны. А в это время экзекьютор сервис наполняет наш thread pool другими фьючерами, которые вычисляются и которые... Видите, насколько сложный процесс с resolving этих фьючер спрятан в эти методы и предоставлен нам по сути как должное. Вот это completable future. И это появилось только в 1.8. То есть до 2015 года, 2014, вот такой код писать было нельзя в Java. Вопрос? Не надо достать. Вы вернули его спрингу и спринг сам его разрулил. Фактически, смотрите, вот фактически. Я не знаю, есть ли в спринге асинхронная, но по идее должна быть. Сейчас, секундочку. Идем на репозиторий. Хороший вопрос, вот где все это делать? Идея в том, что так либо иначе, в конце, то есть вот это вот так либо иначе, вот это вот все мы пишем какую-то одну бизнес лямбду, которая принимает что-то одно, возвращает что-то другое. И вот в конце мы ее, конечно, должны где-то отрезовывать. CF1, CF2 стартовало здесь. CF1, CF2 стартовали здесь. Вот этот CF3 выполнится тогда, когда CF1 и CF2 будут готовы. Если вы его вызовете сильно рано, то вы будете ждать все три времени, когда разовывается CF1, когда разовывается CF2 и когда разовывается CF3. Да, конечно. Да, конечно, конечно, выигрыш будет, безусловно. Но так оно и работает. Дело в том, что в конце концов для того, чтобы вам выдать ответ, вы всегда будете ждать максимально долгую. Ну да, совершенно верно. Тут 100% есть какие-то комбинаторы, которые принимают… Опять-таки, смотрите, здесь у нас есть… Здесь функция, которая строит из А в Б, строит тип С. Вот, но если эта функция будет из А в Б, из А и Б строить фьючер С, это тоже хорошо. И для этого у нас есть… Вот, допустим, у нас есть некая функция bFunction, который принимает integer string и возвращает не person, условно говоря, вот здесь мы строили person. А это пускай будет person builder или composer builder. Это пускай будет person builder. Здесь мы пишем, запишем new person integer string. Пускай это будет person builder и пускай это будет просто lambda. Окей? И, возможно, у нас будет вот такой товарищ, который резолвит этого персона в future. Вот он долго его композит. Вот он его композит через какой-то third-party сервис, и это опять долго. И результатом у него будет не person, а completable future от person. Согласны, да? Ведь может быть такое, что это будет что-то долгое и тяжелое. И здесь будет не просто person, а здесь будет, условно говоря, там completable future пускай будет. Ну вот сейчас, чтобы это скомпилировалось, completable future. Вот. Но person builder f возвращает нам не person, а person builder, завернутый в коробку completable future. Так вот, если then combine принимает person builder, то есть cf3a, cf3b, то мы можем закомпозить, не закомбинировать, а закомпозить тот person builder, который в... Что такое, что он ждет? Дэн композ. Какая сигнатура? Дэн композ сначала ждет функцию... А, дэн композ не такую ждет. Дэн композ не такую ждет. Дэн композ, он ждет функцию is of future b. Дэн композ, вот допустим у нас есть функция, допустим у нас есть функция из интеджера в completable future. Интеджер. Я его назову along other. То есть вот он добавляет, но вот он тяжелый, сложный и он асинхронный. Согласны, да? Например, это что? Это интеджер, то есть это x и я возвращаю completable future, completed is x plus 10. Вот он добавляет 10, но он добавляет это очень долго, ну для примера. И идея дэн композ в том, что мы берем cf1 и композим к нему long gather и в результате мы получаем cf1a. То есть если в результате здесь мы ожидаем в виде 33, понятно, да? Результатом этого, completable future. То есть этот completable future отрезовывается в 33 и если вот этот вот long gather, он умеет добавлять 10, делает это долго тоже в completable future, то комбинируя их таким образом cf1 compose long adder, вот здесь эта штука отрезовывается в 43. Вы видите, то есть мы абсолютно не тратим внимание на то, как раскрывать эти контексты, мы просто используем правильные комбинаторы для того, чтобы чинить это дело в один процесс и в конце концов иметь этот completable future, который мы в конце концов отдадим фреймворку, который это дело заавейтит, ну или мы сами его заавейтим, но мы его заавейтим вообще в конце. В чем сила этих штук? Потому что все эти future уходят вот в этот thread pool, то есть мы их сюда вот забили. И executor service, он ответственный за то, чтобы все это забить максимально плотно. Понятно, да? Мы пишем then combine и then compose, вообще не парясь о том, как это забивается, правильно? Чтобы это было максимально плотно. Мы сконцентрированы на бизнес-логике. Поэтому все программирование, вообще 100% программирование, это выбор правильной коробочки, выбор правильного контекста. Поднятие значений в этот контекст, optional, future, validation, either, whatever. И оперирование данными в этом контексте. Давайте посмотрим, что нам Spring предоставляет с этой точки зрения. Spring data... где у нас тут репозиторий есть? Крад репозиторий. Окей. Монайфлакс, да. Сейчас. Они есть где-то или они... Я понял. Окей. В Spring она не так чуть-чуть реализована. В Spring есть... Значит, Spring начал придумывать свою синхронность еще до того, как была утверждена спецификация по completable future. Поэтому в Spring есть такой тип, который называется Mono. Mono это фактически future какого-то значения a. Понятно, да? Поскольку completable future на тот момент еще не было. И есть Flux. Фактически это future stream app. Понятная идея. То есть они... Они этот проект начали до того, как была утвердена спецификация по completable future. Соответственно, у Spring есть пакет асинхронности. И у них есть тип Mono и Flux. Это тоже такие же контексты, в которых мы оперируем, базируясь методами MapFlatMap, то есть Combine Compose и так далее, не задумываясь о том, как это устроено. В чем проблема? Проблема в том, что мы имеем, по сути, несколько экосистем, которые надо чуть-чуть понимать, как они устроены. Но из плюсов. Нас абсолютно не интересует, как оно устроено внутри. Мы фактически... Что мы делаем? Мы вызываем координаторы. Вот эти вот методы, чтобы называть координаторы. Мы вызываем вот эти координаторы и тащим нашу цепочку вычислений до последнего момента. В последний момент уже проигрывал либо мы, либо Await. И время нам Await. Вот посмотрите, сколько здесь было вычислений. Условно говоря, представьте себе, что вот это все закомпозено и закомбанено. В какой-то момент мы вызываем Await. И вот этот Await подождет ровно столько времени, условно говоря, когда завершится самый последний. И будет потрачено, вот условно говоря, безусловно какое-то время, какой-то момент будет заблокирован. Но заблокирован будет на порядок меньше. В течение того, что все комбинаторы, все вот эти NDM и так далее, они все работают вот здесь. Они не... никто никого не ждет. Понятно? Вот это вот вся сила Compleatable Future. Потому что Future – это хорошо. Это результат, который когда-то будет дать. Но Compleatable Future – это на самом деле вся сила. Мы его можем конфликтировать и подтолкать с другом чейном дальше. По честному теме отдельно вам. Что это значит клиенты? Ну, я возвращаюсь там по-настоящему контроллеру. Ну, грубо говоря. Контроллера, они поменяют моно сам открытый, сам их удаловательный. Вам ничего не надо. В конечном итоге, конечно, надо забыть. То есть, какого-то обмена между каким-нибудь, пожалуйста, клиентом и стрельбом не было? Ну, потому что фактически, смотрите, фактически вам надо отправить запрос. А ведь в это время… Да, его можно… А ведь для того, чтобы не увидеть это время, мы разделяем вот эти… Экзекьютор сервисов на тех, которые могут ждать и не будут терять время. Вот условно говоря, мы знаем, что… Обратите внимание, вот эти всегда заняты. А вот этому мы разрешаем ждать сколько угодно, правильно? Потому что в этом контексте… То есть, у нас есть два контекста, условно говоря. Это два thread пула разных. Сюда приходят запросы, а здесь происходит логика. Так вот, туда, куда приходят запросы, мы вот этим thread, которые тут, разрешаем ждать сколько угодно. Но мы эти thread все помещаем в один логический, в один настоящий thread. Потому что они ничего не делают. Они 99% времени ждут, правильно? Вот эти thread, которые предназначены для работы с этими. То есть, условно говоря, вот сюда мы ставим один thread, а сюда мы ставим 15. Ну, физических thread. Вот эти 15 заняты реальной логикой, вычислениями всеми. А вот этот, то есть, он просто… 99% времени он просто ждет, пока тебе товарищи… Понятно? Потому что, так либо иначе, вот этот await где-то будет. Но это мы уже заглубились глубоко в недра. То есть, фактически любое приложение должно иметь как минимум два thread тула. один, который неблокируемый, в котором происходит реальное вычисление, и один, который постоянно ждет. Которому фактически ресурсы не нужны. Согласны? Да? И, говоря правильным языком, мы должны понимать, в какой пул отдавать задачу. Если задача повторяла, то мы куда его отдаем? Сюда или сюда? А? В логику сюда, потому что она ждать не будет, она будет постоянно что-то считать. Мы не потеряем наше время, правильно? А если мы запишем файл или ждем запрос от базы данных, то мы куда кладем наш запрос? Сюда. Почему? Потому что он 99% времени будет ждать. И, окей, вот пусть у меня есть 20 thread, которые займут один настоящий процесс. Пусть они переключаются между собой. Там нет работы. Это не повлияет на производительность. Согласны? То есть, те товарищи, которые ждут 99% времени, пусть они шарят между собой все что угодно. По 20 thread. Пусть они тут ждут. Жизненный паттер. Типа погодные и работные. Это любое приложение должно иметь как минимум 20 thread. Это такой для очень от 20 до 20 стопик. Но, мне кажется, вот сейчас вы готовы, по крайней мере, смотреть в эту сторону. Потому что есть задачи, которые не блокируют ничего. Они просто считают. Вот 2,2 это не блокирующая операция. Она просто считает. Да, она занимает какое-то время. Если эти 2,2 будет миллиард ступик, то, безусловно, они быстро посчитаются на этих правилах. А если мы говорим, дайте данные фазы данных. Или запишите данные фазы данных. Если мы, допустим, в верхнем циркуле, который предназначен для него филума, что мы просто там потеряем время. Потому что в момент старта записи, то есть физически, мы должны понимать, что вся эта асинхронность, это, по сути, обертка над ходом, которая, вот это ожидание, она просто определяет, где ждать. Тут, либо там. Фактически, выбором того, в каком Трэдпуле выполнять задачу, мы настраиваем производительность нашего приложения. То есть, если у нас много года выводов, то нам абсолютно не нужен 100 ядерный процессор. Нам достаточно будет одного процессора. Мы на нем открыли тысячу трэдов. И пусть он себе с базой данных общается. Все равно 99% времени будет ждать базу данных. Это аналог реоритет по поводу данных. Их медленные, и не используют. Так, это данные, которые... Да, да. А быстрые? Это не сама в данных? Да, согласен. И здесь получается, что у нас может быть не два, у нас может быть несколько этих стрэдов. То есть, фактически, когда у нас есть какая-то задача, любая задача, то есть, мы уже написали весь код, у нас все хорошо, мы поднимаемся на уровень выше, начинаем оценивать производительность. И мы понимаем, что начисление зарплаты – это в верхнем стрэдкул. Главное понимать, сколько физических ядер процессора отдавать в такой стрэдкул. Как правило, в тот стрэдкул, который отвечает за ввод-вывод, мы отдаем минимальное количество ядер, просто чтобы оно существовало. в тот, который занимается тяжелой математикой, отдаем все остальное. Чтобы все наши задачи происходили параллельно. Но тут есть еще один момент очень интересный. Для того, чтобы они были параллельны, мы должны наш код представить не в виде вот таких вот кусочков, которые не могут быть распараллелены, а в виде кучи разных вот таких вот штучек, которые могут быть с помощью вот этого экзекьютора распиханы по разным. Понятная идея? Вот это вот. Если речь идет об обработке листа, то я бы написал и именно какой-то супер оптимизированный. Вот на этот рейлист с миллионом электронов. Я бы, например, написал ту функцию, которая спрашивает, сколько у меня есть ядер. и функцию, которая делит рейлист на сколько-то кусочков, и функцию, которая отдельно процессирует эти кусочки, и функцию, которая объединяет результаты от процессированных кусочков. То есть фактически. Понятная идея, да? То есть общая композиция выглядит такая. Выглядит следующим образом. На самом деле код писать смысла не имеет. Вот именно по сути вот это вот все. То есть здесь больше нечего отвечать. Вся наша работа выглядит следующим образом. Вот у нас есть кусок данных неизвестного размера. Первым делом мы спрашиваем, типа, сколько CPU у нас. Результатом получаем, окей, у нас есть N CPU. Окей. На следующем шаге, это наша, пускай это будет рейлист. Большой рейлист. На следующем этапе мы берем этот рейлист и сплитим его на, условно говоря, несколько рейлистов. Один, два, N. Понятно? Не, ну, при условии, что мы знаем. Просто задача в данном случае, задача взять наш лист и поделить его на тот N, который мы получим из количества ниток. Конечно, конечно, конечно. Либо мы должны найти связанность и должны определить чейн, конечно. Дальше у нас есть одна функция, которая умеет из листа делать какой-то результат. Не важно, что-то как-то его процессировать. Дальше мы применяем эту функцию каждой части. И эта часть распараллеливается хорошо, понятно? То есть каждая из них выполняется параллельно. И потом эта часть, потом мы пишем функцию, которая комбинирует все результаты в новый результат. А это частичный результат, то есть результат обработки части листа. И применяем вот эту функцию, вот это пускай будет A1, A2, A3. Мы здесь применяем вот эту функцию от A1, A2, A3, V и возвращаем результат. Конечно, вот эта функция распараллеленно скорее всего быть не может. А если комбинатор? А, ну, скорее всего. Ну, надо понимать. А потом артирует результаты? Ну, на самом деле, да, можно парами покомбинировать и так далее. Потом покомбинировать. Все зависит от того, насколько функция вот эта комбинатор. Зависит от того, может ли это так. Мы же в общем случае говорим. Если мы зафиксируем наш контракт в комбайн, который принимает A, A и возвращает A, тогда мы можем параллелить его до бесконечности, правильно? Мы можем эти чанки собирать по чуть-чуть и даже комбинировать в параллели. Ну, по сути, да. Но для того, чтобы все это сделать, нам надо зафиксировать наш комбинатор до вот такой сигнатуры. То есть, если мы сможем описать наш комбинатор в виде вот такого вот, то мы, сколько бы у нас не было результатов, вот, например, вот наши частичные результаты, мы вот этот комбайн сделали в одном трейде. То есть, вот эти мы собрали параллельно, правильно? Вот эти мы опять собрали параллельно, правильно? И мы собрали не восемь, съели не восемь квантов времени, условно говоря. Ну, я так очень вышел. Условно. А мы в одном такте мы собрали вот эти четыре, в другом мы собрали два и в одном мы собрали один. Понятно, да? То есть, здесь мы собрали из восьми в четыре, здесь мы собрали из четырех два, здесь мы собрали из двух в один. А так бы мы съели. и то здесь мы заняли все 8, здесь мы заняли только 4, а здесь мы заняли только... Здесь мы заняли 4, здесь 2, здесь 1. То есть если мы собрали сначала все 8 процессоров заняли на все время, то, условно говоря, вот мы долго считали, 5, 6, 7, 8. Понятно, да? Вот мы долго считали. То следующий комбайн у нас занял всего лишь 4, потому что мы их парами обрабатываем. Следующий занял 2, а следующий занял 1. А вот это ведь, вот это все свободно, и вот это все свободно. То есть представьте себе, что вот это заняло вот столько мест. Время. А-а-а-а-а-а-а. Ну да. Он сам забытит, что и сам забытит. Такое место. Стрим параллел возвращает такой же результат. Превысить выигрыш от параллелизации. Согласны, да? Ведь затраты на то, чтобы разделить наши данные, а потом собрать, они могут быть достаточно большие. Вдруг мы должны понимать, с каким объемом данных мы работаем. Если мы работаем с миллионом элементов, которые надо сложить, то абсолютно нецелесообразно разделять их на несколько потоков. Но если у нас, например, 10 миллионов или миллиардов, действительно много, тогда надо распорядить. Вы можете дома написать код, который элементарно берет миллион элементов, складывает их между собой. Ибо к каждому добавляют единицу, правильно? Словно говоря, я уже не знаю, что мы делаем. Мы просто предоявляем, да, стрим просто это дело выполняет. Вы можете засечь время, на каком количестве элементов, планово говоря, вот этот плюс один, будет быстрее в одном потоке, чем в разделенном. Может, например, если у нас 20 элементов, или даже 100, или даже 1000, то в разделении нет никакой. Затраты на создание ключа, выделение памяти институтеров все-таки, они достаточно большие. Ну, как, большие по сравнению с тем, что в маленький объем данных отправлять параллель, что большая. Поэтому я же говорю, вот, у меня был студент, он говорит, я написал в параллельном стриме, но увидел его приростопроизводительности. Я говорю, что количество элементов настолько маленькое, что затраты на параллельзацию больше. Когда подняли количество элементов, там, до нескольких миллионов, сделали из них дабл, сделали из них сложно, если мы тебе прикрутили квадратный корень, ну, то есть реально тяжелую операцию, мы увидели профит от того, что мы этот процесс расправили. Мы делали простую задачу, мы делали из него квадратный корень. То есть, ну, тяжелая, сравнительно тяжелая операция для процессора. Надавна сделать квадратный корень. В принципе, наверное, все, потому что тема бесконечна, как и все программирование. Но мне кажется, я посеял интересное задание ваших головах. Все, кто мы увидели сейчас, это просто программирование. На самом деле, программирование это не последнее, не конечный пункт вашей цели. Но вам надо понимать, ну, то есть, это очень широкий контекст. Вам надо понимать, что программирование это только маленькая часть из всего жизненного цикла приложения. И в начальном этапе происходит желание бизнеса что-то сделать. Потом идет прояснение требований. Что у нас есть на входе, а что у нас есть на выходе. Потом идет составление спецификации. Потом идет разделение этих задач на подзадачи. Потом приступает к делу программисту. Он пишет код. Для этого этот код должен быть протестирован. То есть, должен быть какие-то дата-сеты, в котором применяется этот код, чтобы видеть вообще то, что ожидается соответствующим, если оно с тем, кто. Мы это дело покрыли тестами. Тесты прошли. После этого идет процесс упаковки нашего приложения в какой-то архипакт докероблаза. И доставка этого докероблаза на вау-пост. Потом начинаются проблемы, связанные с тем, что вот у нас все хорошо, и нам надо было сегодня 10 клиентов, а завтра 10 тысяч клиентов. И выясняется, что наше приложение к этому не готово от слова совсем. Мы должны наше приложение делить на маленькие части для того, чтобы в большинстве случаев наше приложение что-то делать. И пришел миллион клиентов. Окей, даже 10 тысяч. Проблема в том, что какая-то одна часть приложения начала страдать. Начала не успевать справляться. Один плюс один сложить, можно и за 10 миллионов клиентов, правильно, и успеть. Но когда все там количество клиентов начинает входить в базу данных и что-то реальное делать, это надо как-то параллельно. Возникает парализация на следующем уровне. То есть мы начинаем, мы находим наиболее уязвимый человек в нашем приложении, выносим его по сути в отдельную лямбда-функцию, в отдельный микросервис, начинаем масштабировать их, и каждый следующий запрос по очереди отдаем на разных микросервис. Вот как мы в нашем коде отдаем каждую лямбду в разный фрэд, так точно так же каждый кастомер приходит на каждый микросервис, на каждый физический сервис. То есть все то же самое, но на уровень выше. Правильно, да? Это как работа, которую делят сначала между программистами, потом между компаниями и так далее. Вот эти вот уровни. Единственное, что помогает справиться со сложностью, это и иерархия, и абстракция от деталей. Вот у нас есть функция, которую вы реализуете. У вас есть 10 перемен, и вот такие принципы. Вы сделали задачу, вы зафиксировали вашу функцию к одному параметру и одному выходному параметру. Потом дальше у нас есть 10 таких функций. Они что-то делают, но так либо иначе. У нас всегда есть один параметр входной и один выходной. Мы строим иерархию, строим дерево, и у нас получается единая точка входа в нашу программу, которая берет один файл, что-то делает, выдает второй файл. Может быть, она не выдает файл, может быть, она что-то куда-то отправляет. Но так либо иначе, единственный вариант борьбы со сложностью это создание иерархических систем и абстрактирование от тех частей, которые нас не интересуют. Поэтому, когда мы говорим про инкапсуляцию, мы говорим не то, чтобы что-то спрятать, а для того, чтобы что-то объединить, то, что должно быть вместе. Вот поля класса инкапсулированы в один класс. Когда мы говорим абстракция, мы из всего этого класса выделяем то, что нам важно и абстрактируемся от того, что нам не важно. Вот допустим, у нас есть рейлист. И 100% функционала одинаково. Будет ли это integer, doublest, rnv, person, pizza и так далее. Мы абстрактируемся от элемента листа. То есть весь код у нас состоит на тот же самый, но мы абстрактируемся от того типа, который у нас в листе. В принципе, наверно, вот и все. Поэтому спасибо за то, что вы слушали какую-то концентру. Иногда он не боялся. Я, как говорила, мяты. Но я надеюсь, что вы получили от этого удовольствие, потому что я старался всегда код писать чистого листа, старался всегда приносить реальные примеры. Что, в принципе, немножко отвечает на ее манеру преподавания. Делает ее не всегда такой, скажем так, очень плавной, красивой и безукоризненной. Но мне кажется, что это добавляет некоторого понимания, в том, что я постоянно где-то приселяюсь на реальные примеры и провожу параллельно другими языками программирования. Основная фича языка Scala в том, что я могу абстрагироваться от того, что это фьючер, лист, опшенов, стрим и так далее. И я могу написать, что это будет какой-то интеджер, запакованный в что-нибудь. Понятно, да? То есть Scala дает еще более интересный уровень абстракции. И меня не интересует, этот интеджер, это будет либо optional, либо future, либо еще что-нибудь другое. Понятно, да? То есть я абстрагируюсь от той коробки, в которой он лежит. И я могу писать код, который не зависит от того, во что завернут мой интеджер. Вы должны в какой-то момент, в конце вы должны, конечно, развернуть. Но идея в том, что вы можете инстаграмм 100% от кода, который не зависит, а потом в конце где-то сказать, окей, запусти, пожалуйста, весь мой код в контексте future. Самый главный прикол этого, в том, что вы представьте себе тестировать код, который написан на future. Постоянно B, постоянно целая боль. Скаля, я могу сделать тип и назвать его и назвать его, окей, у меня есть, то есть у меня код, сейчас, секунду, три минуты, сейчас я закончу и не призвину. У меня весь код написан на future, правильно? Например, типа, а, и все завязано на future. и потом тестировать его целая боль. В скалеже я могу написать, что у меня все на типе F. Для вот этого типа F задекларировать flatmap и map, потом сказать, что у меня есть некий товарищ ID, который, по сути, синхронный, который спрячет в себя всю сложность в future. Весь код написать в контексте F от A, production код run it в future A, а тесты run it в ID A. направление понятно? Вот именно эта тема тоже доступна, ну, как бы, ни одного часа и ни одного занятия. Все, онлайн. Спасибо, было интересно, но хотелось бы видеть вас вживую. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры